Ребят, всем привет! С вами MegaObzor.com. Очень рад вас видеть. У нас на очереди пятая плата на чипсете Z270. Это Asus ROG Maximus 9 Hero. Мы тестировали в прошлом году Maximus Formula, Maximus Gen, Maximus Ranger. Отличная линейка плат для любителей разгона, для тех, кто хочет стабильную систему. Ну и с выходом Z270 прошло ожидаемое обновление. Плата Hero – одна из самых доступных будет плат в этой серии. Сохранен узнаваемый дизайн упаковки. Выставляется она в темной красной коробке с минималистичным оформлением. В комплектации заметно увеличилось количество всевозможных наклеек. Теперь они есть даже для паспорта и карточек. Также вместе с ней поставляют 4 SATA кабеля, винты под M.2, винты под 3D детали, рамку для безопасной установки процессора, кабель под внешнюю светодиодную ленту, жесткий мостик слайд, переходник под разъемы передней панели корпуса, наклейки на SATA кабели, заднюю панель Asus ROG Maximus 9 Hero по сравнению с прошлым поколением выполнена в строгом стиле. Черный радиатор и черный текстолит выглядят брутально. Напомню, что восьмая серия была сочетанием красного и черного, теперь красного нет. Изменился и внешний вид радиаторов. Тут прослеживается сходство с рассмотренной ранее Asus ROG Strix Z270F Gaming, которая у нас тоже была протестирована, ссылки я приведу. Угловатые формы и вырезы для получения максимальной площади рассеивания. Ну и выглядит эффектней. Внешний вид ее преображается после подачи питания. Загорается несколько зон с подсветкой, тут она RGB. Цветы эффекта настраиваются. Технология Aura позволяет синхронизировать ее работу периферией и другими компонентами, таким как видеокарт, например. Как и подсветкой внутри корпуса, например, протестируемым вчера корпусом от AirCool. Владельцы корпусов с прозрачными стенками явно останутся довольными. Основных зон тут две. Это пластиковый кожух в районе задней панели и логотип ROG на чимсете. Также подсвечивается периметр вокруг радиатора. В плате Asus ROG Maximus 9 Hero может подключить две внешние RGB ленты длиной до 2 метров и одна для одноцветной ленты. В комплекте есть один кабель-удлинитель. Как и на ряде рассмотренных нами ранее плат Asus Z270 тут поддерживает установка элементов, распечатанных на 3D принтере. Готовые исходники уже доступны на сайте. Я думаю, что появятся сервисы и наверняка уже есть в ваших городах, которые возьмутся за печать этих исходников. За питание процессора отвечает 10-канальный преобразователь напряжения, шим-контроллер Digi Plus VRM 1400. Установлены дроссели и конденсаторы с высоким ресурсом службы. С системой питания тут все в порядке. Радиаторы крепятся при помощи винтов с нанесенным пластичным термоинтерфейсом. Усилищик пластин, к сожалению, нет. Пропала медная трубка между радиаторами. Теперь это два независимых блока в околосокетном пространстве. Рядом расположены 4 слота под оперативную память DDR4 с поддержкой двухканального режима. В этой же зоне находится панель посткодов и кнопка MMO. Выделены три отдельных 4-пиновых разъема для организации охлаждения процессора. Asus ROG Maximus 9 Heroes влагает тремя PCI 3.0. Два верхних дополнительно усилены металлом. Толка от него нет, но сам производитель уверяет, что это дополнительно защищает от механической нагрузки от тяжелых видеокарт. Пары видеокарт будут работать по схеме X8-X8. Третий PCI 3.0 всегда работает в режиме X4. Три PCI X1 расположены между PCI 3.0 для удобного задействия всех разъемов. Смещение верхнего разъема под видеокарты избавляет от проблем совместимостью с массивными башнями. Два слота M.2 под накопители. К ним же можно подключить плату Wi-Fi или USB 3.0. По диске выделены 6 SATA 3.0. Задействование M.2, кстати, уменьшает количество рабочих SATA до 3.0. Два колодка под вывод USB 3.0 на лицевую панель корпуса и есть USB 3.1. Пока таких корпусов нет на рынке, но анонс уже ожидается. Обновился аудиокодекс. Теперь тут стоит флагманский Realtek ALC1220. ЦАП и усилитель под наушники. Трак выделен в экранированную зону. Стоит гигабитный контроллер от Intel, отвечающий за сетевую часть. На заднюю панель выведено 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, USB Type-C, USB Type-A, 5 аналоговых аудиоразъемов, оптический аудиовыход, гигабитный сетевой порт, HDMI, DisplayPort, PS2, кнопки ClearMos и BIOS Flashback. Внешний вид BIOS не изменился, акцент сделан на красном цвете. В остальном же набор опций схож между всеми платами Z270 от ASUS. Есть детальные инструменты для проведения разгона, включая утилиту-помощник для разгона, вкладки для настройки SSD, вентиляторов BIOS, сохранение профилей, вывода информации по памяти и видеокартам. Софт есть, кстати, и под Windows, тоже можно очень много настраивать по данным платам. Данную плату мы тестировали с двумя процессорами. У нас был 6700K, которым мы смогли разогнать до стабильной частоты 4800 МГц. Также у нас был Intel Core i7-7700K, который взял частоту 5000 МГц, но на воздухе ввел он себя нестабильно. Мы снизили частоту до отметки 4900 МГц и он уже работал хорошо. Есть в эти итоги по ASUS ROG Maximus 9 Hero плата с хорошим набором функциональных возможностей, выверенным дизайном, качественной аппаратной начинкой и правильным набором портов и разъемов. Как и ранее, она может похвастаться интуитивным и детальным BIOS, дополнительным софтом, отличными результатами разгона процессора и памяти. Из обновлений относительно прошлого поколения отметим настраиваемую подсветку, коннекторы под RGB-ленты, дизайн радиаторов, дополнительные M.2, усиление PCI-разъема, USB 3.1-колодку под будущие корпуса. Вот такая получилась у нас ASUS ROG Maximus 9 Hero. Нам будет интересно обсудить данную плату с вами в комментариях. Обзоры на другие платы на Z207 будут приведены в описании к этому видео. Всем спасибо за внимание и пока-пока.